Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 23.18. При каких значениях p уравнение х2 плюс 4х минус 6 равно p имеет хотя бы один корень? Преобразуем уравнение х2 плюс 4х минус 6, а p перенесем влево, значит, будет минус p равно 0. Итак, нам нужно выяснить, при каких значениях p это уравнение имеет хотя бы один корень. Для того, чтобы это выяснить, нам нужно построить график функции у равно х2 плюс 4х минус 6 минус p и найти точки пересечения этого графика с осью Ох. Это у нас функция квадратичная графика. Квадратичная функция является параболой, причем данная парабола имеет старший коэффициент а равный единице, то есть больше нуля. Значит, парабола направлена ветвями вверх. И для того, чтобы парабола имела хотя бы один корень, график параболы должен пересекать ось Ох. Тогда у нас возможны такие два варианта. Вот наша схема и наша парабола с положительным старшим коэффициентом, направленная ветвями вверх. Она проходит вот так и пересекает в одной точке ось Ох. В этом случае у нас имеется один корень. Какое же здесь у нулевое? у нулевое координата у вершины параболы здесь равна нулю. Возможен еще такой случай, второй случай, когда наша парабола пересекает ось Х в двух местах. Вот так. Тогда у нас два корня. А координата у нулевое вершины параболы тогда у нас, вот у нулевое, должна быть меньше нуля. Итак, для того, чтобы решить данное уравнение, выяснить, когда имеет это уравнение один корень, нам нужно, чтобы у нулевое, чтобы было меньше либо равно нулю. Тогда в этом случае наше уравнение имеет хотя бы один корень. На самом деле имеет или один, или два корня. Теперь вычислим Х нулевое по формуле. Х нулевое – координата вершины параболы. Х нулевое равно минус В делить на 2А. В – это у нас коэффициент при Х, это 4. 2А – это у нас единица. Х нулевое равно минус 2. Теперь вычисляем у нулевое по формуле. Подставляем значение минус 2 в формулу уравнения. Итак, минус 2 в квадрате – это получается 4. Минус 2 на плюс 4 – это минус 8. Минус 6 и минус В. Это будет равно минус 14 плюс 4 минус 10 минус В. Итак, У нулевое должно быть меньше либо равно нулю. Значит, минус 10 минус В должно быть меньше либо равно нулю. Перенесем В вправо и получим вот так. Значит, В должно быть больше либо равно минус 10. В этом случае наше уравнение имеет хотя бы один корень. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Субтитры сделал DimaTorzok